Ящик Пандоры. Все чаще именно это выражение используется для описания ситуации на востоке Украины. Президент Порошенко предложил перемирие и плану регулирования из 15 пунктов. Но даже несмотря на то, что это перемирие, официально одобрил президент Путин, сепаратисты не перестали стрелять. В течение недели они совершили серию атак на подразделения украинской армии и сбили военный вертолет. Многие эксперты на Западе отмечают, что джин насилия уже выпущен из бутылки. Даже если глава Кремля прикажет всем казакам, чеченцам и прочим ополченцам вернуться домой в Россию, на востоке Украины останутся местные сепаратисты, которых Киев приравнивает к террористам. Это значит, что прощения им ждать не приходится. Поэтому они будут стрелять, пока не добьются своей цели или не будут уничтожены. Мечты Запада и кошмары Востока увидела в Киеве Анастасия Ханякина. Сотрудники коммунальных служб латают раны главной столичной площади. Брусчатка, которая еще недавно была оружием против власти, снова превратилась в элемент декора Майдана независимости. Еврореволюция победила. За последний месяц Украина заплатила, пожалуй, самую высокую цену за то, чтобы европейская мечта нашей страны стала реальностью. Это чего-то стоит. Простое соглашение стать частью Европы. Это произойдет, когда Украина будет готова, она войдет в ЕС. Европе это ничего не будет стоить, но для нас это значит очень много. Петр Порошенко поставил подпись под соглашением об ассоциации той же ручкой, которой этого не сделал Виктор Янукович. Порошенко сказал, что привез ручку из Вильнюса и добавил, исторические события неотвратимы. Киев обещает ратифицировать документ в ближайшее время. 28 стран-членов ЕС также спешат узаконить глубокую экономическую интеграцию с Украиной. Курс на Евросоюз взят, и он отвечает ожиданиям большинства украинцев. Социологи посчитали, 53% населения поддерживают вступление Украины в ЕС. За таможенный союз с Россией лишь 24%. Пять лет назад о таких результатах прозападной политики и не мечтали. В 2009 году 58% украинцев стремились в таможенный союз против экономической интеграции с Россией выступали лишь 20% респондентов. Сегодня устремления украинцев в корне отличаются от ожидания Кремля, предостерегают эксперты. Это чревато еще большим расколом между Москвой и Киевом. У нас постоянные торговые войны. Это помимо военных действий на востоке Украины с участием Российской Федерации. Украинские власти должны это учитывать и подписывая документ о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и экономическую часть соглашения об ассоциации, стоит искать амортизацию тем убыткам, которые может понести украинская экономика. Украинцы говорят, им уже нечего терять. 29 ноября 2013 года Виктор Янукович на саммите в Вильнюсе не подписал соглашение об ассоциации. Это привело к массовым протестам на Майдане независимости и сотням погибших за европейское будущее Украины. Спустя семь месяцев мечта большинства украинцев сбылась. Но настроение на Майдане не праздничное. Мечты изменились. Искоренить терроризм и сепаратизм – новая всеукраинская цель. На Майдане надеются, что подписание соглашения об ассоциации придаст смелости президенту Петру Порошенко для наведения порядка на востоке страны. Это результат, но он очень маленький по сравнению с тем, чего еще нужно достичь. Еще очень многое нужно сделать. Все обещания, которые давали политики, не выполнены. А где виновные в гибели людей на Майдане? Они не словлены и не наказаны. Каждый день мы теряем наших парней. Мне кажется, им нужно только дать отмашку. И они покончат с этим беспределом, который Россия пытается нам как-то навязать. За неделю перемирия объявленного президентом сепаратисты не сложили оружие и не сбежали в Россию. Зону антитеррористической операции покидали только местные жители, опасаясь за собственную жизнь. По официальной статистике ООН в Украине уже свыше 50 тысяч внутренних переселенцев. Тем временем, светлое будущее Донбассу обещают два самопровозглашенных образования – Донецкая и Луганская народные республики. Они объявили о создании союзного государства и подписали конституционный акт. Их парламент возглавил Олег Царев, ранее депутат Верховной Рады, один из лидеров партии регионов. Нынче человек, находящийся в уголовном розыске за сепаратизм. Правительство формируется на паритетном уровне. Поэтому будет участвовать Луганская народная республика, Донецкая народная республика. И правительство будет, поскольку у нас две республики формироваться, то принципу 50 на 50. «Разделяй и властвуй, но не в Украине» – таков ответ официального Киева. Здесь заявляют, как бы ни настаивал Кремль, за стол переговоров с террористами украинское правительство не сядет. Только за прошедшую неделю сепаратисты совершили около сотни атак на украинских военных. Разговаривать на обломках сбитых Ила-76 или Ми-8 никто не будет, говорят в Киеве. Перемирие показало – противники Единой Украины хотят войны.